Конференция по сотрудничеству между городами, расположенная вдоль Великого Чайного Бути, открылась в китайском городе Сяуган в провинции Хубэй. На нее съехались более 200 гостей из Китая, России и Монголии. С подробностями мои коллеги. Представители 47 городов трех стран собрались в живописном районе на берегу озера Хуанлун, чтобы поговорить о разных аспектах сотрудничества. Почти сразу же было подписано 10 соглашений с общим объемом инвестиций в размере около 16 миллиардов юаней. Как говорят участники встречи, их реализация позволит трем странам укрепить сотрудничество в экономике, инфраструктурном строительстве, туризме и других сферах. Это символическая, конечно, торговля, которая просто в рамках совместных культурных обменов, туристических обменов, народной дипломатии, ищет новые каналы для экономического взаимодействия. Поэтому девятая конференция, которая направлена на конкретизацию тех процессов, которые на сегодняшний день происходят между Россией и Китаем, является важной вехой дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех областях. В прошлом году мы провели автопробег для любителей автомобильных поездок из трех стран. Они проехали по маршруту, по которому проходил чайный путь – более 11 тысяч километров. В этом году мы продолжим популяризировать этот и другие туристические маршруты Великого Чайного Пути. Чай – как средство общения, беспроигрышное будущее. Так звучит тема конференции. Ее изюминкой стала дегустация различных видов чая. Гости смогли не только попробовать зелёный чай из гор Иншань, чёрный чай из уезда Личуань, кирпичный чай из Чиби и другие знаменитые сорта провинции Хубей, но и познакомиться с различными технологиями приготовления этого напитка. Конечно, мы хорошо знаем, что в Китае, и в частности в провинции Хубей, очень большое разнообразие чая. Перед тем, как приехать сюда, мы рассчитывали найти новые возможности. И сейчас я хорошо понимаю, что именно мы можем сделать вместе с китайскими партнёрами. Великий Чайный Путь сформировался в 17 веке. Он брал своё начало у гор Уишань в китайской провинции Фудзянь, проходил через территории Китая, Монголии и России и был важным каналом для экономических и культурных обменов в Евразии. Его активно использовали более 250 лет. «Великий Чайный Путь изменил жизнь многих монголов. Благодаря ему были налажены культурные обмены с Китаем. Сегодня это не просто маршрут для торгового сотрудничества, но и туристический и культурный бренд». Конференция по сотрудничеству между городами, расположенными вдоль Великого Чайного Пути, впервые прошла в 2012 году в городе Ирлянь-Ход во внутренней Монголии. Во второй раз её провели в том же месте. Потом эстафету подхватил Уишань, а после другие города. Количество участников встречи все эти годы продолжает расти. Приезжают на них и наблюдатели из других стран. «Мы подписали на конференции соглашение с нашими российскими партнёрами о поставке 7 тонн чёрного чая. Это самый большой заказ за последние несколько лет. Кроме того, мы установили связи с торговцами из внутренней Монголии, а ещё из Малайзии. Мы намерены развивать наш бизнес в Юго-Восточной Азии». Участники конференции поделились друг с другом опытом продвижения чайного бизнеса в разных регионах мира. Также состоялись обсуждения на темы, связанные с городским развитием и развитием туризма.